три пункта подкаст про раз-два-три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора всем привет друзья это подкаст три пункта психология и юмор где вы наши слушатели задаете вопросы а мы ведущие этого подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов трех своих субъективных мнений сегодня здесь как всегда с вами гоша голышев психолог и штальтерапевт и саша гавриков это явно сценарист креативщик и балагур саш 32 выпуск гошда 300 выпуск и хотим напомнить нашим слушателям что у нас есть инстаграм в комментариях которых вы можете оставлять ваши пункты на озвученные вопросы выпуске также у нас есть сайт три пункта точка ком на котором вы можете задать вопросы анонимно даже анонимно даже да да то есть у нас предусмотрена такая функция ну и конечно гоша кстати недавно вот заходил смотрел большую онлайн библиотеку аудиокниг стори тэл и нас там слушают нас там слушают количество прослушивания увеличивается поэтому у нас есть также реферальная ссылка на платформу стори тэл можете переходить слушать не только наш подкаст но и полезные полезную классическую литературу и современную и современную конечно же да ага ну что кошда нам прилетела на самом деле сегодня такое но хорошенькое количество вопросов темы очень прикольные правда тем очень прикольные и мне кажется с тем что у нас появился сайта их да такие анонимные вопросы личные наверное их больше немножко стало вот первый вопрос такие живые да не прям живые такие такие живые первый вопрос который на самом деле прилетел как дела гоши как дела как дела это новый кадиллак да так не могли спросить друзья отлично дела три дня сколько осталось два дня до конца лета да да но на самом деле я думаю что весь сентябрь будет теплым вот такой мы прогноз будет бабе лето да не знаю какое но будет точно ли это продолжаться будем продолжать гулять хочу чтобы лето не кончалось ладно поехали я следующий вопрос вопрос объемный поэтому буду сейчас зачитывать порой ощущают такое обрушивается тонна информации у всех кажется такое бывает все это новое проходит через мозг он как фильтр но такое ощущение что он меня весь дырявый очень мало остается и запоминается когда информации тонны хотя может и запоминается но быстро замещается другой свежей информации это потому что ее слишком много сейчас и все очень быстро приходится впитывать или есть какие-то техники по увеличению объема памяти чтобы мозг в силах был запомнить эту информацию или это нормально что вот мозг так работает и нужно просто смириться что можно сделать чтобы приспособиться или подготовиться к тому что в будущем информации станет больше вот такой вопрос я сейчас подумал ты читал вопрос что есть допустим журналы еженедельные ежедневные ежемесячные там раз полгода которые уходят видимо автор такой говорит мой мозг это же не ежедневный журнал информация долго не задерживается как календарь отрывной знаешь так и день прошел ага отлично про память три пункта и в одном из пунктов мы попросили поддержки от нашей коллеги ксении денисенко ого потому что она занимается как раз вопросами памяти внимания тренирует их у ребят и давайте вот именно с этого пункта на днем давай 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 оставим ссылку на ксюшу и на какие-то полезные термины методы техники про которые сейчас будет идти речь в описании так что посмотрите в общем что сказала ксюша и что меня действительно самого то что удивило а я просто подумал как классно сформулировано ксюша говорит о том что самое важное что память не работает по принципу что место закончилось и нужно что-то убрать одно и добавить другое да вот про то что может быть говорит и автор вопроса а память работает по принципу мышц то есть которые нужно постоянно тренировать и чем больше тренируешь тем больше помещается тем больше запоминается то есть нет такого что память это такая такой ящик в который положил он наполнился и больше ничего запомните можно чтобы запомнить много на что-то выложите варена как акаки как экологическиûрировка постоянно да а здесь вот чем больше тренируешься тем больше ты запоминаешь и как раз что советует ксюшин чтобы вообще уверить увеличить объем памяти нужна тренировка и это может быть разные мнема техники и про это можно почитать в интернете это вообще много как с помощью мнемотехник развить память второй момент она говорит что есть разные направления на что допустим пример чтобы структурировать информацию есть такой метод как майндмэп я их на самом деле называем ментальные карты такие хорошо что не карты дорогу да в этом нет ничего магического это скорее такая большая структурированная инфографика и это очень полезно очень часто бизнесе кстати применяются да да вот второе что она еще советует это тоже для того чтобы запоминать информацию и нужно визуализировать и если это не образные слова то можно придумать к ним схематические изображения или ассоциативный ряд какой-то и вот еще что важно что ксюша говорит о том что люди часто воспринимают проблемы с памятью но на самом деле этой проблемы с вниманием то есть мы на самом деле запоминаем много но не обращаем на это внимание не откладывается нас в таком мозг на этом не фокусируется и где-то это поэтому я же такая история про эмоции что с эмоции какой-то запоминать информацию да 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 то есть может быть и по это так тоже да но я думаю что это точно как раз эмоции привлекают внимание да и позволяет удерживаться оперативной такой части ну допустим пример там банально ты исходил на концерт исполнителя который очень давно хотел ты испытал кучу эмоций ты помнишь все слова да и выучился слова вот это ты сходил на как дела как дела это ну и к делах не на гости номер гештерна не ходил еще хорошо ждем тебя спасибо этому вступать больше да ты говоришь еще вот и как раз для тренировки внимания есть много методик например таблицы шульте ссылка в описании есть тест с трупа это тоже ссылка будет в описании с мертвой или живого это фамилия в одно слово не рассказываем здесь подробно в подкасте потому что ну ребята все будет оставлено вы посмотрите почитать как не пользоваться мы точно здесь лекцию не сможем разместить ну и даже вот в обычных буднях можно и например типа улице и запоминать дома запоминать там название и так далее это тоже позволяет тренировать память или можно просто тренировать мозг это косвенно будет влиять и на память например самый всем известный способ менять рабочую руку на нерабочую да то есть мыть посуду там не правой рукой если вы прошу а левой ну и и вот кстати ксюша еще в конце советуют youtube канал advance на нем тоже вроде бы есть видео которые рассказывают как тренировать память внимание но я видел таких ребят которые английский учат они стикер расклеивать по квартире на предметы то есть допустим там холодильник да на куда-то еще на дверь визуализация да 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 таким образом они запоминают да в общем это пункт от ксении денисенко а дальше два от нас давай я подумал что вообще во втором пункте хочется сказать про планирование потому что на учебу на работу на свиданки всякие мы выделяем определенное время в дне а вот допустим те же новости информацию мы скроллим бесконечно и вот любая свободная минутка это хоп-хоп смотри что произошло какой-то новостной час себе да из серии вот я думаю что это точно помогает потому что это точно такое же дело точно также требует нашего внимания час соловьиного помета смысле ты понял именно но не советовал бы лично хотя у каждого свои вкусы так вот планирование это вот пункт 2 а третий пункт я подумал о том что нужно вернуться к истокам и наших предков и наверняка я у нас был станислав дарышевский в каком-то там 27 выпуске до каста и он рассказывал с точки зрения антропологии я не могу с уверенностью об этом утверждать но все-таки я думаю что если это важно для выживания индивида для его прогресса для его жизни то это запоминается и то есть естественный отбор такой информации в мозге да я думаю что если это вам для ежедневного функционирования важно вы так или иначе это запомните возможно и поэтому я подумал что возможно как раз скоординировать свое внимание восприятие можно за счет того что вы более точно для себя сформулировать и ценности важности какие-то основные моменты на которые вы хотите обращать внимание и благодаря этому будете обращать внимание запоминать именно то что вам нужно мне такая история с паролем от ноутбука потому что когда но люди очень многие удивляются что мне такой большой короче пароль от ноутбука вот а на самом деле просто помню потому что символов примерно огошь ну там точно больше 15 угол я помню как бы я помню вот даже мышечной память на пальцах я если закрыть глаза его ввиду вот но это типа связано с тем что как будто но он у меня просто много где про не меняется поэтому да я согласен с этим что если это цена потому что если я потеряю этот пароль и а что кстати делать тогда как ты можно установить ну конечно да но смысле все равно но все не хотелось бы да окей это три пункта про память ну что поехали дальше гоши отличный вопрос был вопрос следующий тоже кстати говоря объемный сейчас будут зачитывать он сказал то не вопроса письмо эта история целая наверно даже да итак поехали вопрос как всегда избит и банален доверие к партнеру как не ограничивать его свободу своей ревностью и тотальным контролем после того как уже столкнулся с обманом но решил дать человеку второй шанс ведь ошибку может совершить каждый но вот беда в том и состоит что после этой ситуации человек не переоценивает возможность ее исправить а с легкостью может совершить очередной обман или измену причем в данном случае я рассматриваю виртуальную измену когда ты находишь эротические фото и переписки подожди то есть я сейчас пытаюсь просто резюмировать партнер человек изменил дальше может быть кстати виртуально здесь не ясно был какой-то видимо жаркий период и сейчас отношения продолжаются но есть подозрение что может быть даже факты уже что всякие виртуальная измена да тогда продолжим я всегда даю свободу своему партнеру ведь он личность и имеет право на свое личное пространство и прошу лишь одно не переступать грань в общении с противоположным полом но увы и ах люди не ценят такое отношение люди расслабляются и думают что раз нет контроля и мне доверяют значит правда никогда не всплывет а вот нет это жизнь и она всегда преподносит неожиданные сюрпризы к тому же все тайное всегда становится явным как хочется обычной банально скучной жизни без ссор интриг выяснения отношений чтобы было спокойно хорошо чтобы любить человека и наслаждаться временем не итальянская такая семья я всегда отношусь к понятию любовь как совокупности ряда чувств и вот слушатель перечисляет здесь чувства уважением доверия поддержка вера дружба секс юмор ценность и когда одна составляющая из этих перечисленных чувств не цела тогда не сможет функционировать любовь и какой тогда выход уходить но не хочется потому что ты любишь человека не за не за то что он верен тебе или нет а за то что он человек и вот происходит вечная борьба внутренних демонов смириться простить или бросить вот такой гошу вопрос очень гуманистический взгляд автора знаешь я люблю человек не за то что он верен мне или нет за то что он человек интересно на самом деле я думаю какие-то гуманисты наши такие предыдущих поколений очень бы одобрили подход ну давай такой длинная история и три пункта постараемся динамично но не правда такой небольшой анализ того что я прочитал то что сейчас прочитал то что я про это думал я вообще думаю что многие из нас вот этой истории могут посочувствовать потому что здесь речь идет не просто про измену сексуальную допустим а вообще когда речь заходит о доверии в любой сфере становится понятно как тяжело вообще восстановиться после неожиданных нарушений нарушились договоренности как тяжело как много переживаний как это все поднимает кучу чувств и как долго потом могут налаживаться эти мосты эмоциональные влияет конечно будущее восприятие до твоих там партнеров когда даже вот здесь идет речь по того же самым партнер то есть когда что с как много нужно сделать чтобы опять знаете доверие между и я кстати не уверен здесь что автор вопросов в полной мере пережил эту ситуацию пережил ту гамму эмоции вообще что он разобрался что он чувствует и какие эмоции реально сейчас влияет на его поведение по отношению к партнеру то есть я думаю что много очень эмоции находится в неосознанной зоне и поэтому очень много поступков совершаются вроде бы с непонятно не очень ясными для самого автора мотивами я думаю что здесь в первую очередь нужно до прожить до анализировать до понять а что со мной произошло со мной не с партнером а со мной как я ощущаю происходящее и как исходя из этих ощущений я действую я думаю там много интересного важного которое до сих пор влияет на отношения между ними интересно второй пункт давай я думаю что вот автор пишет про такую амбивалентность то есть двусмысленность что он с одной стороны хочет забыть и уйти а с другой стороны хочет остаться и любить если хочешь остаться останься или да видишь остаться просто так сейчас так и происходит но он остается потому что любит человека но вот эта амбивалентность ситуации она тоже амбивалентно сейчас как будто немножко заморочен но смотрите это как у нолана сон во сне да 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 здесь такая же история то есть с одной стороны эта ситуация доводит автора до некоторой усталости и от невозможности сделать выбор ему тяжело и бессильно я вот это вечная дилемма все я ничего не знаю а с другой стороны как я думаю автор в сейчас пишет нам и он находится не в аффекте то есть он не делает импульсивных действий ситуация затянулась и он очень много размышляет и он он реально видит с одной стороны ценность этих отношений для него а с другой стороны видит и их разрушительное влияние и это вот важно потому что часто только одна сторона видно решение принимается исходя из какой-то а здесь автор осознает и ценность и разрушительность но мы хвалим его за это да безусловно это круто это это тяжело но это именно то что и существует не существует чего-то одного он не оправдывает своего партнера но в то же время и не демонизирует его он говорит что он к ваш человек может осуществить ошибку да я вижу как это сложно тяжело для меня и я думаю что это как раз очень важный шаг и момент и этап в дальнейшем решении это второй пункт ну а третий пункт тут такой вопрос типа что делать то давайте сразу сразу скажу что я конечно не возьмусь поддерживать никакую сторону я верю что автор сам вообще в своем внутренней диалоге способность а политичные в этом вопросе есть объясню почему потому что я первых я верю что автор сам молодец и в как-то внутренне проговорив собой он сориентируется и выберет что такое да размышление мне кажется автор сам разберется да ну вполне ну вот я не уверен что я верю что он это может сделать не уверен что может сделать прямо сейчас и без поддержки и вот я думаю что может еще кстати родится новый какой-то третий вариант мы не знаем об этом может быть это будут какие-то как-то отношения видоизменится структурно форма какая-то будет новая полигами ну например на такой вариант но я подумал мог быть какие-то новые условия новые правила они могут как-то я думаю что правильного пути здесь нет в любом случае потому что безболезненного пути нет то есть в любом случае будет страшно в любом случае будет непривычно сто процентов полигамия 9 на 12 подписи так будет лучше в общем давай мы сейчас так повеселились ну да я думаю что будет страшно будет непривычно будет горько и я бы посоветовал автору вот все-таки вернуться к себе он очень много здесь рассказывает про партнера про их отношения а я думаю ему важно постараться прийти к такому как комфортно ему да сейчас объясню к новому витку этого своего диалога он его еще называет дима и внутренние демоны знаешь так как будто это прямо разрывает этот какой-то внутренний и прям правда в этом моменте сочувствую и поэтому я думаю что автор самому просто сейчас важно прийти в более ресурсное состояние то есть подпитать себя расширить картину мира и увидеть в этом мире не только себя и партнера вот на чем сейчас фокусирован внимание а увидеть себя и мир себя в этом мире чуть-чуть ну абстрагироваться немножко от партнера в сторону да ну абстрагироваться думаю не получится но чтобы был не только он я не знаю фокус не буду сейчас накидывать вариантов как это можно сделать и скорее про то что я хочу позаботиться об авторе и он в этом уже долго варится он устал она устала и сейчас точно есть видимо какая-то точка в которой невозможно принять решение и если в ней долго висеть что будет будь больше вставать я предлагаю как-то чуть-чуть про себя подумать они про отношения как вернуть силы себе и вот после этого как раз вернуться и может быть при поддержке специалиста не знаю вот этот внутренний диалог видимо автор до канал ему нужен кто-то 3 в этом диалоге 4 5 который будет этот диалог модерировать сопровождать помогать осознавать что там происходит и тогда вот как раз автор и сможет сориентироваться сама вот ну или может быть кстати с партнером вместе я не знаю там готов к да может быть это будет как вариант семейной терапии не знаю потому что по письму конечно сейчас ощущение что автор такой сидит один но грустно грустно накрытый тазом и вот и несет ответственность за обоих за все эти отношения хотя большому счету она не должна решить что будет с этим отношениями это какое-то их совместное решение надо так делать как тарас бульба я тебя возродил я тебя и пошли очень много внутренних размышлений очень мало возможности опереться на партнера хотя ну принять решение про отношения тут надо видимо это не получать тоже доверия нету как доверять человеку который давно как обсуждать с ним скрылся бану поэтому вот здесь такие три пункта сейчас будет бас обманул сушит и весь потом достаточно долго было но мне не мне понятно мне понятно я думаю что если ну послушайте два раза ребята послушайте мне кажется полезно да все как то было не просто так это грусть грустно завтра стало что думал блин да ну а виша ты так немножко словил состояние автора да 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 и это некоторое такое бессилие но опять же вот и возвращаясь ко второму пункту ну да так есть в этом есть много любви в этом есть много усталости и вот выбрать что-то из этого не по выбору не будет правильного любой выбор который будет не случился он будет тревожный блин и непонятно только потом можно будет понять насколько это выбор подходит и я кстати думаю что здесь не нужно выбирать опять же как мы говорили в предыдущих подкастах раз и навсегда вот то есть но если вы там примет решение остаться это не раз и навсегда если принять же не идти это не раз на себя вот поэтому давайте третий вопрос до класс поехали немножко поговорили про отношения сейчас будем возвращаться в учебу а вот реально что люди делают после магистратуры это кажется таким далеким и необозримым будущем и я не понимаю стоит ли магистратура того чтобы после что после нее делать но ты лишь 1 сентября скоро до накрывает еще шафутинский блин ждет уже своего дня конечно это жду обожаю этот день так ну что я подумал что учился магистратуре я кстати у меня специалитет я потом пробовал поступить магистратуру думал так это нужно для европы для мира ну потому что там специалитет насколько я знаю считается неполным высшим возможно не считается полном да у меня специально тоже ну в общем как я понимаю для чего нужна магистратура давайте формальности она нужна для того чтобы это для мира звучало как полное образование потому что в россии ты с диплом бакалавра можешь вести имеешь право вести новый вид деятельности то есть если ты закончил психфакт бакалавриат ты все равно может работать с психологом надо да вот а в европе нет ну понятно требуется какой-то да поэтому сертификат международного образца такой формальный момент пусть будет первый пункт сажда вот а вторая мне что еще 2 2 пункта мага это второй шанс такой бакалавриат в армию а это кстати говоря это бонус бонусный пункт дополнительно два года отсрочки но я думаю что бакалавриат очень многие выбирают слепую в ошибку и кстати говоря я очень много встречал людей которые выбирали магистратуру вообще совершенно из другой области да да в этом и дело это второй шанс для профессиональное восстановление вот так скажем класс ну давайте а третий пункт будет про то что не знаю мага для меня лично вот все что я видел в магистратурах магомед мага видел много магомедов в магистратурах но помимо них да там иногда больше практики в хороших вузах там есть хорошие практик ориентированные программы ну не буду пиарить на пусть мне кажется что в вышке хорошая магистратура психологическая может быть там их несколько ноут по моему психоанализ и что такое я слышал что она достаточно хороша но все равно на мой взгляд мага это теоретическое образование вузовская это фундаментальная история где ты ну так получаешь базу и не тешься надежды что после маги вы станете сверхспециалистом классным на полно теперь я все знаю до рабочий опыт да будет поступать по новой ну или какое-то вот практическое образование в каких-то в вузах курсах которые несут именно другую совершенно задачу кошка но есть у меня кстати у меня есть совершенно очевидный бонусный пункт еще один росу до отручка от армия даже магистратура ждет работа ребята да но и кстати говорит слушай я сейчас минусу этот бонусный пункт я считаю что те люди которые идут на работу после магистратуры они просто не в себе вот так друзьям выпускаешь первый сезон даст ведущему он берет просто обесценивает твое ты слушаешь соглашаешься со всеми его пунктами 32 выпуска подряд за мной и просто выпуск про работу который банальный банальный логичный ответ он просто его обесценивает спасибо гоша ладно работа нет я хотел сказать что идти работать надо раньше на втором курсе уже вперед это конечно логично я просто но как продолжение логичная магистратура работая не минусы и плюсы спасибо боже так так приятно стало ладно раз уж мы заговорили с тобой про работу еще один вопрос у нас как перестать а все свое время тратить на работу давай гош поделись я бы наверняка работал во время университета не после магистратуры даст уж если тебя будут бонусный пункт это говори пожалуйста спасибо спасибо что наконец-то легализовали к 32 выпуска ну ладно мне кажется мы раньше тоже делали ладно короче первый пункт я думаю что что за вопрос вообще че за вопрос как перестать все свое время тратить на я понял я не то чтобы наезжая на авторы вопроса я думаю вот у меня знаешь такой крик души а на что еще тратить в плане того что вот автор спрашивает и я хочу ему сказать а на что это еще собираешь тратить вот может быть мне кажется если работа приносит удовольствия не возникает такого вот может быть правда работа это самое важное веселое интересное что есть автора в жизни и реально у него есть что-то другое такое же крутое у меня в завтра на что собираешься тратить а у тебя те разы работы недостаточно чуть и вообще но я очень много встречал таких людей которые которым реально работа в кайф и у них там есть и друзья и коллеги то есть у них такая работа же замуж женился там расширяет немножко то есть они с коллегами встречаются там как-то с каком-то на работе до милиции гоши и душ на работе у кого-то есть там и где-то есть такие кабинеты где поспать можно остаться автору все хорошо раз сделайте это вопрос если работу приносит удовольствие а вот если нет что же что как как перестать вот тогда второй пункт давай вот если реально есть еще что-то для автора вопроса такое же крутое как работа видимо он почему-то мало это кушает распробовать да 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 совершенно верно пусть попробует и если вы допустим работаете там на одной работе если у вас есть второе увлечение там рисовать картина да или что-то или писать какую-то музыку попробуйте углубиться немножко в это получается или просто попробуйте поспать может вам понравится вообще бывает классно сон восстанавливает да мы так с гошей в подкаст углубились в ноябре прошлого года вот ну и третий пункт давай тогда да я подумал давайте психологический пункт будет как-то спорили немножко провоцировали автора с точки зрения психологии мне кажется важно посмотреть какие потребности закрывает работа ваши и ну скорее всего конечно бы закрывает потребность признание вот то есть ты удовлетворяешь вот это признание ты делаешь что-то важное тебе прилетает положительная обратная связь и так далее тебя ценят и вещество результат возможно еще что-то там это может в безопасность закрывать да потому что появляются денежки там или принятие потому что коллектив любит ну и так далее вот и заметить эти потребности которые удовлетворяет работа и подумайте а вот если вы будете меньше работать эти потребности будут закрываться если да тогда им смысл больше работать вы так работаете эти потребности удовлетворяется просто заметьте это а если нет то тогда вот важно понять можно ли удовлетворить другими альтернативными источниками какими-то чем-то кроме работы вот признание вам дают вам вам так обе если уменьш работать вам меньше признание вы такие ой-ой-ой что-то не ценный человек ну так может вас на другом признает скажет какой вы там красивый классный да может пора вступить в отношения на уже ну не обязательно отношения это может быть что пишите выкладывайте постики instagram вот лайкать вот вы тоже будете получать признание вот вместо работы кола многие делают под видом работы суши ну раз мы с тобой поговорили смотри мы поговорили про учебу про работу самое время поговорить про отпуск не ваш последний вопрос у нас да отлично последний вопрос у меня в этом выпуске как собраться и уехать в отпуск если страшно что все люди мира сейчас в сочи и в крыму геленджике в общем говорят про черноморское побережье видимо автор имеет ввиду слушай ну нам нужно позвать было какой-нибудь гида по россии и по турции по танзании вообще мне кажется сейчас вот российский туризм он переживает какой-то новый виток единственное что меня расстраивает что сразу же завысили цены но это вот наверное да какое-то такое мне кажется но грамотная на какую-то грамотную финансовую перспективу можно было цены не завышать сделать их приемлемыми чтобы люди поняли ага оказывается можно путешествовать по россии с такой-то ценой неплохо точно в следующем году поеду куда-то еще но у нас менталитет сработал почему-то так что мы поставим за 5 дней 180 тысяч за номер как бы знаешь девиз крымчан у я сейчас мне кажется наеду да но это шуточный девиз ребята я самыми непосредственно тошнее крыму но шутка в том что почему в крыму дорого потому что в турции или там в египте люди зарабатывают круглый год а крымчанам нужно успеть заработать за три летних месяц ну мне кажется крым прекрасен и в другие но как бы очень красивый на самом деле понятно ну там все я зимой был тоже хорошо было вот но короче да вот про то что мне кажется не очень грамотно у нас сделали люди которые там держат внутренний российский туризм надо было цены все-таки не такие высокие ставят чтобы люди поняли реально чтобы россии в россии очень действительно очень много красивых классных мест помимо сочи и черноморского побережья ну да но я сейчас подумал что я вот не поехал же у меня вообще в крыму дед живет другие родственники но я не поехал но видишь кто-то хочет на море кто-то я вот допустим я в какой-то момент задумался что блин я выходил в прельбрусе сгонять минеральные воды там посмотреть по горам походить каким-нибудь трекингом позаниматься вот но для меня там море нет какого-то приоритета что мой лето это обязательно море ну то есть и очень же много соскучился настолько знаешь не знаю гошь после боли в марте мне у меня было кяжем было хорошо классный путешественник ну давай ладно первый пункт о том сейчас будем разглагольцы на мне кажется сейчас люди вместе с нами так просто тоже загрузнули тоже предподумали тогда первый пункт мой давай супер совет мне кажется ребята простить если он супер банальный но быстро его скажу я считаю что путешествовать нужно там где или знакомиться или если где у тебя есть местные люди они знают все тропы все классные места для отдыха где побывать где не нет толпы людей где есть уникальные места в общем местные мой совет всем ряда да а второй пункт давайте к психологии немножко на самом деле я думаю что место отдыха это вообще фигня то есть сама главная смена обстановки получается думаю что это точно так но плюс еще главное понять что хочется потому что просто сформулируется хочу плавать хочу красивые фотки хочу лежать хочу есть и вот зависимости от этих хотелок добирать уже место таких мест бывает много потому что там тоже хочу море ну вот и все это хочу море и поеду в ялту да блин в ялте нет море там тебе любой крымчане скажет там летом даже городских пляжах нереально а кто-то с другой стороны скажешь хочу море и поедет в калининград да туда в калининград селинград куда-нибудь да или поедет какой-нибудь там с море это не всегда к малюсу деревенку где или куда-нибудь да где ну то те же сочи тот тот же там это она по то есть люди едут куда где по понятно где а вот надо где в известные места а есть куча моментов на берегу моря того же черного где как раз местным подскажешь и делать класс ладно и третий пункт просто я поржал в инстаграме у горбачева видел знаешь что автор пишет как если страшно как как поехать и она шла знаешь у нее такой пластырь на шее вот такой ну как знаешь как татуха у как-то рэпер такой идет от пластырь это по-моему какой-то аксессуар я видел тоже я видел как пластырь отключится идет прям до вот скул и она говорит что этот пластырь и ее дыхание обеззараживает и типа то что она вдыхает я не знаю сколько это научно мне просто интересно на дому горбачева же не дурчит мне кажется это как бэджи какой-то отталкивающая у пескова был да я верю в то что ирина как бы в порядке вот знает что делает вот но и кстати говоря слушай просто просуждать саш ты слышал что прививки у нас изобрели вакцину вообще что прививки с 1 сентября будут тестить серьезно да но я слышал что набирают добровольцев а на медработниках по-моему слышал такую историю учителях но я там кто-то протестовал я не знаю правда ли это будет ну когда обязательно но я слышал что набирать добровольцев причем не только в россии там в мексике в венесуэле россии с кем-то там с другими странами третьего порядка ну короче не дали им какие-то наши там но они почему-то не то есть на ближайших странах удивился видимо партнерские отношения с мексикой с венесуэлой французов не хотят допустим то есть эту вакцину я очень расстроился вот ну короче к тому что вот потестит ну в общем да такое мутируют первые люди нужны местные нужно понять для чего место какая потребность на самом деле да что хочется и третье что но средства я до сих пор антисептиком пользуюсь да 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 мне кажется это уже привычку шло там я тоже маска в общественном транспорте это как вот но друзья это был 32 выпуск подкаста три пункта психология и юмор хочу напомнить что у нас есть сайт три пункта точка ком где вы можете выбрать платформу прослушивания и задать анонимный вопрос в следующие выпуске я напоминаю что можно слушать нас в итюнсе в яндекс музыки на ютубе google подкастах в вк в story tale ну и конечно же на soundcloud выбирайте любую удобную платформу слушайте подкаста оставляйте ваши комментарии в нашем инстаграме задавать вопросы мы с удовольствием встретимся с вами в следующем выпуске да все полезные ссылки в описании к выпуску саша гавриков сегодня прекрасен полигамия 9 на 12 сейчас саша пойдет субботний в субботний даст всем спалил когда мы записываем подкаст субботний вечер отдыхать субботний вечер и вот опять я собираюсь пойди потанцевать и надеваешься и галстук шнурок затеваю что друзья всем пока ура хороших выходных понедельников и сентября но я буду танцевать буги буги до утра три пункта подкаст про раз два три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора